На Чарынском каньоне продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Для комфорта туристов сотрудники национального парка вместе с инвесторами установили все необходимые сооружения, которые практически не воздействуют на окружающую среду. И это заметно повлияло на популярность парка. В этом убедился мой коллега Гафу Али. Одну из самых красивых и известных мест юго-восточного Казахстана из года в год становится все доступнее и комфортнее для посетителей. Чарын входит в список самых известных 26 каньонов мира. А в этом году он привлек еще больше иностранных туристов, чем в предыдущие годы. Путешественники, посещающие нашу страну впервые, искренне поражены и восхищены непревзойденными пейзажами Чарынского каньона. А говорят, даже не предполагали, что он настолько фантастичен. Я думал, что природа Казахстана такая же, как везде в Центральной Азии. А теперь понял, что никогда так не ошибался. Красивая страна с доброжелательным, открытым народом, современными городами, неповторимыми ландшафтами. За один день я попал и в Швейцарию, и в Сахару. А теперь будто нахожусь в Америке. Три разных ландшафта, и это все в одном регионе. Я поражен. Вы живете в уникальной стране. Мы, французы, большие ценители экотуризма. Поэтому мне здесь все нравится. Я хотел бы отметить ваше бережное отношение к своим национальным паркам. Такое ощущение, что мы находимся в дикой природе. Вот только фонтанчики и лавочки напоминают о комфорте. Будь такой каньон во Франции, его бы уже полностью коммерциализировали. Поставили бы сувенирные лавки и прочие магазины. А у вас такого нет. В этом и вся изюминка. Еще пару лет назад туристам здесь было не очень комфортно. Практически отсутствовали элементарные санитарные условия. Не было сотовой связи. Сегодня тут есть и качественная связь, и интернет. И даже автономная метеостанция для мониторинга погоды. По всему маршруту установлены предупреждающие знаки и специально оборудованные уголки для отдыха. Я скажу, что заметно все изменилось. Видно, что работники нацпарка делают свою работу. Добавились туалеты, оборудованы тропы, фонтанчики для питья, лавочки построены. Видно, что убирается, мусор вывозится. Видно, что работа идет, и сотрудники соблюдают за безопасностью туристов. Так что разница, конечно же, есть. Я начал посещать Чарын, ну, еще, наверное, лет 20-25 назад. И, в общем-то, здесь не было ничего. А сейчас и дорогу проложили хорошую. Вот 10 километров. Мы проезжали как по стиральной доске. Вот уже люди не знают, что такое стиральная доска. Мы старше поколение знали. То есть инфраструктурно стали создавать ту заботу, которая нужна на маршруте и необходима. Создавать удобство в национальном парке помогает Республиканское общественное объединение «Казах-Джиографи». У нас в планах сейчас, помимо установки инфраструктурных объектов, установить глэмпинги, а также площадки для кемпингов. У нас в парке Алтанемель, например, установлены уже поддоны для того, чтобы люди могли разбивать там палатки и отдыхать там. А еще в планах построить визит-центры близ Чарына и нацпарка Алтанемель. Это позволит туристам получить всю информацию об объекте и арендовать подходящее снаряжение, что делает их пребывание более комфортным. В целом, в этом году Казахстан посетили почти 200 тысяч туристов. Больше всего иностранных граждан привлек именно Алматинский регион. Гафу Али, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар-24.